Неспешность и сосерцательность диалегии – ключ к пониманию творческого метода отца и сына Новиковых. Игорь Новиков получил художественное образование в Московском художественном институте Сурикова в эпоху угасания официоза в искусстве. О своем подходе к созданию картины он говорит так. Я преклоняюсь, конечно, перед мастерами, которые пишут березки, водопады. Ну, это интересно, это уже писалось очень много раз. Я, конечно, профессионал, я учился 17 лет. Я прекрасно могу рисовать, писать, потому что я хорошую советскую школу прошел, хороших педагогов очень. Но для меня это скучно, писать одно и то же, сарай какой-то там, или коня на синий. Ну, интересно, но скучно, потому что все равно это ты не напишешь, как Серов, или как Левитан, или как Король. Не напишешь так. Живем в другом времени, его надо передать. Но как это ты сделаешь, это уже вопрос художника. Его самобытный талант притягивает внимание критиков и искусствоведов. Он стипендиат ЮНЕСКО, сотрудничает с рядом европейских галерей. При этом основной темой его полотен остается переосмысление современной истории России. Я все-таки считаю себя русским художником. И я не смеюсь над Россией. Я, наоборот, настоящий патриот. И ставлю вопросы, почему это происходит. И я стараюсь показать в своих картинах вот эту боль, страдания народа, который уже много лет происходит эксперимент на нем. Яркий представитель современного искусства Игорь Новиков создал свой собственный, неповторимый стиль, сплав традиций и смелый вызов эпохи. Классические пейзажи и аллюзии к известным полотнам всегда дополнены пиктограммами в виде человечков, отражая проблему обесценивания человеческой индивидуальности и ломки эстетических идеалов современности. Вот, допустим, Левитана особо не знали на Западе, я не хвастаюсь. Я вам говорю, я когда создал вот эту Владимирку, ну это я еще делал, когда у нас было хорошее время, седьмой год, я написал эту картину Владимирка. Или, допустим, Золотая осень, красоты русской природы и опять перевернутый народ. Творчество его отца Алексея Ивановича, ветерана Великой Отечественной войны. Это целая мифологическая система с простыми персонажами, живущими в провинциальном мире. Оригинальная композиция, своеобразие цветовой гаммы, отрицание канонических принципов изображения объектов. При простоте композиции и обыденности мотива создает собранные, монументальные работы. Пишет он до сих пор, хотя на открытие выставки и не смог приехать. Увидеть своими глазами и переосмыслить вместе с авторами страницы современной истории можно в течение двух ближайших месяцев. Кстати, к окончанию выставки Игорь Алексеевич обещал встречу с посетителями музея. Не пропустите. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».